Итак, спустя почти три года мы наконец получили первую порцию новостей о втором сезоне Игры в Кальмара. Это был тизер-трейлер с датой выхода, который Netflix выпустил всего несколько часов назад. Учитывая, что тизер всего 40 секунд, создатели шоу держат карты при себе. Помимо тизера, сценарист и режиссер также сделали заявление, которое намекнуло на то, чего ожидать в следующих двух сезонах шоу. Итак, давайте посмотрим видео и разберем все, что можно из него вынести. Вот разбор тизер-трейлера второго сезона Игры в Кальмара. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Одна вещь, которую я заметил после просмотра этого трейлера, это то, как он перекликается с текущими событиями в мире, а именно с Олимпийскими играми. То, что мы видели в трейлере, может не иметь отношения к играм в самом шоу. Но в игре в Кальмара игроки соревнуются в разных играх, так что бег по олимпийской дорожке вполне возможен. Шоу, вероятно, станет еще масштабнее и лучше. В начале трейлера, как через щель, мы видим спортсменов, готовящихся к забегу. Это наводит на мысль, что трейлер тематически связан с Олимпиадой. Но когда начался отсчет и спортсмены побежали вперед, мы увидели людей в комбинезонах с номерами игроков, обгоняющих атлетов, которые словно остановились и собирались бежать совсем иначе. Из-за страха перед тем, что их ждало впереди. Некоторые игроки спотыкались и катались по земле. Представьте игру на выносливость, где нужно бежать по кругу, и остановка означает выбывание. Это было бы жестоко и очень сложно завершить. Я заметил, что чаще всего падали игроки с номерами 258 и 267. Интересно, будут ли эти номера как-то важны в следующем сезоне шоу? Возможно, это будут номера двух новых главных героев. Вокруг стадиона стояли тысячи розовых охранников, наблюдая за происходящим. Это происходило, пока игроки с трудом бежали по дорожке. Также мы увидели Хуан Ин Хо, известного как Фронтмен. В центре стадиона на подиуме стоял человек, окруженный охранниками. Все наблюдали за происходящим. Здесь прозвучала единственная фраза из трейлера. Он сказал «Прошло три года. Хочешь сыграть снова?» Это напомнило атмосферу Пилы из одноименной кинофраншизы. Вопрос в том, меняются ли игры в игре в кальмара каждый раз, или это повторение старых. Ведь всегда один победитель, и он обычно не возвращается. Поэтому использование слова «снова» было интересным выбором. Лично я думаю, что появится какой-то новый тип игры в сюжете, иначе это может стать простым повторением первого сезона, чем люди будут разочарованы. Ведь популярность шоу была связана с играми, которые всех так заинтересовали. Последняя в трейлере, Йон Хи, кукла-убийца, была показана крупным планом. Куклу окружала охрана на стадионе, что было заметно. Это заставляет думать, что люди в начале трейлера бежали и падали в панике, потому что Йон Хи, вероятно, стояла в конце трассы, готовая устранить любого, кто двинется при красном свете. Интересно, будет ли красный свет, зеленый свет игрой в новом сезоне. О сюжете второго сезона известно, что в конце первого Гихун не улетел к дочери, решив вернуться в игру. И не дать фронтмену убить или навредить еще кому-либо ради развлечения. Эта фотография показывает, что он вернется в игры и получит свой знаменитый номер 456, ставший его символом в первом сезоне. К тому же, у него больше нет рыжих волос. Думаю, Гихун намерен победить фронтмена и навсегда уничтожить игры, но для этого ему, скорее всего, придется выжить в самих играх. Говорят, что история противостояния Гихуна и фронтмена продолжится в третьем сезоне шоу, который уже подтвержден как финальный, так что конец уже близок. Редко Netflix завершает шоу, тем более самое успешное после трех сезонов, но они ценят его историю и наследие. В трейлере также объявили дату выхода второго сезона. Он появится на Netflix 26 декабря в день подарков этого года, а финальный третий сезон выйдет на платформе в 2024 году. От трилетнего ожидания между первым и вторым сезонами, похоже, что эти два сезона выйдут гораздо ближе друг к другу. Думаю, придется подождать еще около года, то есть третий сезон выйдет ближе к концу 2025 года. Помимо трейлера были и другие новости. Например, сценарист и режиссер сериала сделал заявление, где сказал, «Прошло почти три года с тех пор, как первый сезон получил невероятный отклик по всему миру, и произошло много невообразимых событий». Я безумно рад написать это письмо, объявить дату второго сезона и рассказать о третьем, финальном сезоне. В первый съемочный день второго сезона я подумал, «Вау, не верится, что я снова в мире игры в Кальмара». Это казалось почти нереальным. Интересно, каково будет вам вернуться в игру в Кальмара спустя три года. Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова вступает в игру. Удастся ли ему отомстить? Фронтмен и сейчас не кажется легким противником. Жесткое противостояние их миров продолжится в финале третьего сезона в следующем году. Соперничество Ги Хуна и фронтмена выйдет на первый план из-за личной вендетты. Интересно, что заявление называлось «Настоящая игра начинается», как и в трейлере. Хотя игра в Кальмара состоит из разных мини-игр, шоу в итоге превратится во что-то, связанное с одной конкретной игрой, цель которой – завершить все игры навсегда, чтобы бедные больше не страдали ради развлечения богатых. Это и станет главной игрой всего сериала. Учитывая, что 26 декабря уже не за горами, особенно если вспомнить, что нам пришлось ждать целых три года, обратный отсчет до выхода новых серий шоу «Покорившего мир» официально начался. Главный вопрос – сможет ли оно оправдать ожидания после первого сезона и будет ли история такой же захватывающей, увлекательной и эмоциональной, как раньше? У них было три года, так что можно предположить, что они приложили все усилия, чтобы сделать шоу максимально качественным. Помимо основного шоу, которое завершится в следующем году, на платформе появятся и другие проекты во вселенной игры в Кальмара. Например, было объявлено о возвращении реалити-шоу «Игра в Кальмара. Испытание», в котором соревновались реальные люди. Представьте, это выйдет между дворой и трейх-сезонами, где-то в 2025 году. Вот и все. Разбор тизер-трейлера второй сезона «Игры в Кальмара». Хотите больше разборов любимых шоу и фильмов? Жмите на карточку вверху. Или зайдите на мой канал, там найдете все видео. Хотите узнать мои оценки фильмов без отдельных видео? Загляните в мой Letterboxd. Там я оцениваю новинки в реальном времени. Ждете твой сезон? Поделитесь мыслями в комментариях.